Молдове развязывают руки для давления на Приднестровье. ОСТК, Объединенный Совет Трудовых Коллективов, ответил на резолюцию парламентской ассамблеи УБСЕ. В документе призывы вывести миротворцев из Приднестровья, поставить крест на переговорах 5 плюс 2, а также набор клише о нашей стране. При этом там нет ни одного слова про нарушение прав приднестровцев, экономические блокады и давления, а также про террористические угрозы Приднестровью. Почувствовав эту безнаказанность, власти Молдовы применяют по отношению к приднестровцам методы терроризма, уничижения и экономической агрессии. Подобная резолюция по УБСЕ развязывает руки власть придержащим Республики Молдова, допуская применение античеловеческих методов подавления свободного волеизъявления народа Приднестровья. Молдова уходит от диалога и усиливает давление на Приднестровье. Блокада экспорта приднестровских предприятий, пошлины на импорт, создание проблем в банковской сфере, трудности с поставками лекарств и медоборудования. Приднестровье из режима развития перешло в режим выживания. Об этом говорил президент Вадим Красносельский. Руководство Молдовы использует исторически проверенный метод экономического давления. Да, душит. Финансовые потери страны существенны. Предприниматели ищут новые рынки сбыта, логистические схемы. И мы не теряем надежду понять суть молдавских требований. При этом, напомню, что между Молдовой и Приднестровьем официально заключено порядка двух сотен соглашений, большинство из которых Республикой Молдова не исполняется в одностороннем порядке. В интервью ТАСС президент Вадим Красносельский заявил, Приднестровье к переговорам готово в любом формате. Но это, как и прежние призывы решить все за столом переговоров, остается без ответа из Кишинева.